таким паяльником очень удобно работать в машине маленький удаленький разогревается секунд за 20 сегодня в этом видео я вам все покажу и выставляешь температуру как его надо еще можно его подрегулировать то есть плюс минус короче говоря главное в этом паяльнике это жало то жало которое идет в комплекте можно сразу выбрасывать и покупать то о котором сегодня пойдет речь жало должно быть сделано из медиц на стоящие медиа не какого-то дома вот я уже сейчас проводочек припаял им вот как знаете есть профессия такая гинеколог и вот здесь вот как гинеколог поработал вот видите припаял проводок то есть это у нас есть коробка передач и выставляться вот этот вот разъемчик вот сюда вот он отломался дело в том что и мы его сейчас вот сюда вот пределом к одному из контактов снаружи припаять надо вот сюда вот так вот ништяк все термоусадка у нас уже тут готова приготовлено все сейчас подпалим ее сегодня у нас на обзоре будет паяльник 60 ваттный и мы будем проверять его температуру насколько он правильно регулирует паяльник включается в 220 вольт стеркаль с регулировка температуры я только такие паяльника рекомендую брать потому что есть паяльники якобы с регулируемой температуры но он по факту не температуры регулирует просто регулирует напряжение на паяльник берите именно тот паяльник который регулирует температуры на жало паяльника только таким паяльником вы можете обеспечить себе хорошую пайку и хорошее настроение и так, что у нас здесь получается, 60 ватт 110-220 вольт может работать и жало 900М серия подходит паяльник офигительный я много обзоров пересмотрел, прежде чем его купить так что сейчас мы его заценим, при заказе можете выбрать вилку либо евро, либо китайскую, я вот выбрал евро вилку, сейчас мы его включим в розетку и посмотрим, что он из себя представляет пускай пока нагреется вот я его включил в розетку надо нажать кнопку подержать смотрите, нажал, подержал кнопку, он включился, то есть то, что он включился в розетку, это не значит что он у вас будет греться его можно вот отсюда с этой кнопочки выключить и включить сейчас он что-то мигает что-то ему надо от меня возможно он хочет, чтобы я выставил какую-то температуру ух ты, он греется горячий а, мигает, это то, что идет нагрев температуры и так, давайте выставим где-нибудь так 200 250 градусов и посмотрим какая будет температура когда он нагреется проверять будем при помощи вот этой вот термопары есть это у нас припой этот припой 100% на 250 градусов должен расплавиться если у нас паяльник реально нагреется 250 градусов и так смотрите, у нас сейчас стало мигать только буква С посмотрим плавит ли он у нас офигеть видали, как очень быстро нагрелся то есть этот паяльник нагревается ну, я не знаю секунд за 10-15 точно, как минимум потому что он мощный 60 ватт и чтобы разогреть эту штуку 60 ватт это более чем достаточно так, здесь у меня на термопаре херовина одна пластик пластиковый клей я проверял и он сейчас у нас немножко дымится итак смотрим какая температура у нас показывает 240 что-то 270 градусов 260 250 это значит что паяльник температуру все-таки регулирует давайте попробуем температуру изменить в какую-нибудь другую сторону допустим сделаем 345 градусов смотрите сейчас он помигает и когда нагреет до этой температуры он перестанет мигать ждем прошло секунд 10 ну вот видите нагрелся взяли олово побольше возьмем чтобы правильно температуру измерить блин офигеть термоклей прилип вот это да вот это я бросил и так посмотрим какая температура у нас сейчас будет блин сейчас бахнуться ну вот смотри 350 градусов как мы и выставили видите да 354 вот она вот когда я касаюсь именно термопарой обжала тогда у нас показывает температуру четко никуда ничего не придет как мы выставили 350 градусов ну 345 так оно четко показывает охренительный паяльник я вам рекомендую покупайте знаете в чем плюс этого паяльника в том что если кто-то работает на улице в холодное время года ну допустим осенью где-то что-то там в машине надо припаять или в гараже вы выставляете ту температуру которую вам надо и он ее нагреет в любом случае до этой температуры и будет держать температуру потому что он с термоконтролем именно жало он будет давать сюда напряжение пока не нагреется что касается удобства паяльник удобный в руке жало вот не где-то там вот находится на таком коротком расстоянии то есть паять будет удобно провод сам по себе провод очень мягенький здесь вот такая штучка есть длина провода получается у нас где-то метр двадцать примерно зайдите по ссылке в описании посмотрите какая длина провода вот эта вот штучка есть надета это тоже очень кайфовая если вы видите где нету такой вот резиновой штуки то считают не паяльник какой-то жало сюда подходит сейчас вам покажу какие сюда жало подходит вот от паяльной станции у меня жало и оно сюда подойдет вот я прям вижу что оно сюда подойдет можете смело покупать но вот эти жало лучше всего заказывайте медные я кстати медные жало заказал они когда мне придут я вам покажу их вот на этом паяльнике как они подходят и их их работу и работу этого паяльника значит жало с алиэкспресса который не медный я вам покупать не рекомендую это полное говно я уже с этим сталкивался так что-то у нас еще в комплекте идет а это я отдельно закупил эту штуку за 5 долларов потому что вот это полная хрень что сюда паяльник поставить и что дальше вам необходима вот такая губка если я сюда сейчас налью воды у меня остались реквизиты с прошло видео вот если сюда налью воды видите у нас губка набухла вот она губка набухла и мы в этой губке можем вот так лишнее олово убирать и дальше паять и сюда вот ставить паяльник можете конечно ставить сюда паяльник но вот губку смотрите по ситуации за паяльник ставлю оценку 5 отличный паяльник сейчас смотрите я подержу здесь кнопочку у нас выключится вот он выключится паяльник вам нет необходимости из розетки вытаскивать каждый раз то что вы сейчас видите на экране паяльники которые я заснял тупо чтобы вы просто ориентировались в сценах я вам скажу так никакого здесь хорошего паяльника для себя я не присмотрел нет никакой терморегулировки он у вас будет перегреваться в общем ничего хорошего вот то что в этом видео показал паяльник вот берите его голову не грейте отличный паяльник тупо Субтитры создавал DimaTorzok